92 процента россиян читают книги причем лишь 4 процента людей имеющих высшее образование не любят читать каждый второй респондент предпочитает бумажный экземпляр среди популярных жанров художественная литература книги по специальности научно-популярные произведения философия и кулинария ключевых мотивов книжного чтения 2 саморазвитие и удовольствие такой опрос провел всероссийский центр общественного мнения здравствуйте таков у итоги недели тему чтения в программе мы затронули не случайно чуть позже узнаете почему сегодня в программе вы также увидите вот не больше не меньше найти себя во вселенной учиться и еще раз учиться какие тренды в образовании наиболее ценные в мире и россии статус нашего университета качество образования нашего университета очень заинтересовал далекий близкий университет кого будет готовить филиалка фо в джизаке студенты могут выбрать научную группу и выполнять научно-исследовательскую работу могут реализовывать собственные проекты стартапы химичат по благо науки и промышленности почему выпускники химического института востребованы в крупнейших мировых компаниях один из крупнейших в мире в сфере образования форум и в те прошел в казани он собрал участников из 29 стран мира эксперты обсуждали темы модернизации педагогического образования то каким должно быть обучение в школах колледжах и вузах сам форум прошел в год двухсот десятилетия начала подготовки учителей в казанском университете как отметил исполняющий обязанности ректора дмитрий таюрский для университета педагогическое образование одна из ключевых образовательных научных и социальных миссий организатора форума казанский федеральный университет и министерство науки и высшего образования россии мероприятие объединило лучших исследователей в области подготовки педагогических кадров из российских и зарубежных университетов а также научных организаций как им видят образование эксперты и те кто только обучаются на педагогов расскажет эльвина минобудинова я изначально обучаюсь по социальной работе но я пару раз побывал на различных форумах и конференциях и поняла что больше меня привлекает педагогика и после этого после магистратуры я решила поменять свое направление и поступил в аспирантуру по педагогике джульетта канлоева аспирант направления педагогика приехала на форум из кабардино-балкария планирует стать преподавателем в родном высшем учебном заведении видит себя только в профессии преподавателя именно поэтому приняла решение поменять специальность выбор профессия педагога тернистый путь роста самообразования и совершенствования понять современные образовательные процессы новые методы обучения обменяться опытом все это помогает сделать международный форум по педагогическому образованию и в т на форум съезжаются лучшие исследователи в этой области сфера образования постоянно развивается трансформируется минобранауки россии видит свою задачу в том чтобы сохраняет традиции сделать педагогическое образование как в профильных так и в классических вузах качественным и отвечающим вызовом времени для осуществления этих планов необходим регулярный обмен идеями и разработками что успешно реализуется на площадке форума в казанском федеральном университете более 600 педагогов в этом году за счет бюджета республики татарстан обучается в вузах нашей республики я считаю вот 17 данного опыта на уровне российской федерации на международном уровне сегодня как раз основной целью является сегодняшний форум форум педагогический это всегда поиск новых решений это реакция на изменения которые происходят в социальном политическом аспекте соответственно недооценивать педагогические собрания ни в коем случае нельзя начало международный форум берет еще в 2015 году за это время количество спикеров и тем значительно выросло но цель прежняя содействия исследованиям и инновациям в области педагогического образования на протяжении восьми лет институт психологии образования к фу проводит конгресс для представителей сферы образования со всего мира давайте друг друга поприветствуем бурными аплодисментами форум проходил три дня участников ждали симпозиумы исследовательские группы круглые столы пич сессии мастер-классы каждый мог представить свою работу внутри секции обучая обучаемся у наших студентов и это действительно еще один формат вот его диалога культур не считай себя преподаватель всезнающим человеком тот студент который перед тобой в чем-то он более квалифицирован чем я януш корчик говорю осталось и только найти себя в этом обществе найти себя в этом мире найти себя во вселенной вот не больше не меньше найти себя во вселенной он мог себе позволить такое сформулировать очень голова седая работа не окончила у меня тоже голова седая рискнул также сказать вот голова оседая а работа еще продолжается александр дахин участвует форуме третий раз в этом году тема его работы посвящена моделированию компетентности в разных сферах обучения александр связал тему с выходом россии из баллонского соглашения и необходимостью вместе с этим создание своего нового формата обучения среди многочисленных тем конференции цифровизация технологии в первую очередь затронули сферу образования учителя и ученики научились совмещать традиционный и цифровой формат обучения марина тихомирова приехала из санкт-петербурга с презентации коллективной работы педагогов в рамках гранта российского научного фонда исследование посвящено изучению эффективности смешанных образовательных технологий в образовании в каком количестве и виде технологии должны внедряться в процесс обучения она ответила своим докладом как мы знаем что традиционные технологии до без использования цифровых они довольно таки обоснованы они зарекомендовали себя на протяжении вековой образовательной практики но при этом идет неминуемая цифровизация всего мира цифровизация образования и конечно же в образование более актуально более эффективно внедрять вот эти вот цифровые технологии да в то же время не забывать про традиционные технологии и в этом проблема смешанных образовательных технологий то есть в каком количестве внедрять как организовывать учебный процесс но все-таки важной темой стало возвращение в область педагогики проблем воспитания и не только в общеобразовательной школе доцент кафедры педагогики и заведующая отделением филологии и истории елабужского института к фу разия ахтариева поделилась результатами исследования которые были проведены среди студентов старших курсов оказалось что тема патриотизма в вопросах воспитания ушла на дальний путь а ведь когда-то это было основой советской системы образования о том чем они должны заниматься школе какого ребенка не должны воспитывать в исследовании у нас получилось что они больше внимания уделяли саморазвитию но отрадно что уделяли вопросам и гуманизма толерантного отношения но вопросы патриотизма они не были в первых рядах названы ими но сегодня вот видно что студент меняется меняется его отношения и мы думаем что это наверно будет отражено и в нашем исследовании поэтому сегодня вот делились с тем что мы получили и мнение наших коллег выслушали тоже образование профессиональное развитие и сохранение здоровья учителя в 21 веке вот главные темы и в т-2022 в этом году к соединился форум педагоги россии в котором участвуют свыше 10 тысяч человек это позволило вовлечь совместную работу еще больше учителей со всех регионов россии тех на кого опирается современное образование страны эльвина минабудинова андрей богаудинов к фу итоги недели специалистов по 13 направлениям будет готовить филиал казанского федерального университета в джизаке постановление о создании филиала было подписано в конце августа прошлого года и за столь короткое время в узбекистане успели подготовить базу для приема абитуриентов по каким направлениям здесь будут обучать какова инфраструктура филиала и есть ли в самом узбекистане интерес к фу но поговорим с исполнительным директором филиала азотом баба мурадова здравствуйте за джиревич здравствуйте первый вопрос касается самого филиала в джизаке да что он из себя будет представлять хотя бы коротко и структурно по каким направлениям будет вестись подготовка все спасибо за вопрос вот джизакс филиал нашего университета был создан в прошлом году по постановлению президента еще к этому мирзио его 28 августа по и по постановлению мы имеем 8 направлений которые из которых четыре направления медицинских наук 2 по айти технологиям геолог по геологии по машиностроению и кроме этого мы договорились и изучили изучив наш потребность джизакской области узбекистаны договорились университетом что целесообразно по включит это направлен перечень направления журналистику и лингвистику сейчас у нас общем кое общее количество достигло 13 направлений а сколько студентов ожидается и когда они уже приступит собственное к обучению планируем 395 студентов принимать первый год пока по каждой направлении среднем 25 имеется бюджетные места республика узбекистан до 30 процентов иначе говоря вот на каждой группе у нас если 25 поступающих из этих 7-8 бюджетных мест а в узбекистане какая заинтересованность филиале если потребность обращаются ли к вам может быть уже запросы есть вот хотим именно сюда ну конечно вот мы недавно устроили тур по узбекистан и целях агитации филиала и университета направление университета если честно вот статус нашего университета качество образования нашего университета очень заинтересовал наших детях глазах наших детях есть искра такая но вот когда мы изучали направление вот мы у нас есть план по лечебное дело 25 студентов принимать там потребность 200 еще такой вон многих интересует такой вопрос да как с инфраструктуры все ли готова все ли есть в процессе мы да у нас уже процесс ремонтно-строительных работ ведутся на первый год у нас планирована сдача вот до сентября главного корпуса вместимости на 1000 мест и еще конечно общежития на 388 мест где первый этаж у нас по постановлению же 40 процентов преподавательской состава должен быть скву вот поэтому первый этаж у нас гостиничного типа для преподавателя и потом мы такую задумку сделали это пропад пропадаватели даром не будет терять время и 724 будет работать студентами даже ночью ну и завершающий вопрос да все таки как вы думаете почему вот руководство республики узбекистан решила так плотно взаимодействовать именно с казанским федеральным университетом это репутация это статус казанский федеральный университет имеет свой свою историю например я как кибернет как математик я горжусь что один из великих математиков создал и здесь вел свою деятельность здесь а именно идет речь лобачевском и вы знаете статус университета вот мировом рейтинге триста сорок седьмой о многом говорит по направлениям еще больше вот нефтогазовое дело это топ 150 образовательное направление топ 100 и так далее так далее но и критерия по которым наша страна наша сторона выбрали именно казанский федеральный университет и немножко татарстаном узбекистан близ близок по традициям по языку и так далее большое спасибо на интересный разговор благодарим вас спасибо мы же ну приглашаю таши узбекистан джизак филиал мыра будем рады всем спасибо мы же не меньшей популярностью среди иностранных студентов пользуются и химический институт имени александра бутлерова институт носит имя русского ученого создателя теории химического строения органических веществ он стал основателем отечественной научной школы химиков казанская химическая школа пожалуй самая известная среди остальных научных движений университета и и зачинателем стали николай зинин синтезировавший анилин и давший большую дорогу химической промышленности и карл клаус открывший миру рутений их учеником был бутлеров а у него уже свой воспитанник владимир морковников подаривший новый класс органических соединений нафтене воскресенье в россии отмечают день химика это одна из ключевых отраслей науки и промышленности именно здесь в казанском университете готовят одни из лучших специалистов в области химии традиции великих исследователей здесь не забывают но при этом в химическом институте развивают новые направления классической школы одной из важнейших и обширных областей естествознания софия орлова познакомилась с теми кто здесь обучает и кто учится один вдох и ты здоров особенно актуально для тех кто страдает от туберкулеза некоторые вещества способные вылечить легкие могут быть опасны для пищеварительной системы в которую попадают с таблетками чтобы исключить этот вариант ученые института химии имени бутлерова казанского федерального университета работают над лекарствами которые можно принимать буквально вдыхая их и это не единственная задача над которой работают в этом институте в составе института шесть кафедр и более 30 лабораторий мирового уровня студенты могут выбрать научную группу и выполнять научно-исследовательскую работу могут реализовывать собственные проекты стартапы всего в химическом институте сотни лабораторий в одних делают крупные научные открытия в других обучают будущих учителей химии ставить эксперименты в школьных классах кафедра химического образования является выпускающей в области бакалавров химического образования и магистров по методике преподавания химия всего по этим программам обучается около 150 студентов дел нас из туркменистана всегда любил химию а ее мама считает что лучшая профессия учитель теперь дел нас учиться на учителя химии казан очень красивая город мне прям нравится тут все что устраивает в химическом институте не так много иностранных студентов поэтому подход каждому в буквальном смысле индивидуальный вот студентка из мали кулебали сейчас они вместе с научным руководителем доминикой из эстонии занимаются разработкой электрохимических сенсоров которые смогут провести низкомолекулярные соединения способные к взаимодействию с днк разработанные кулебали сенсоры могут найти применение в клиническом анализе в экологическом мониторинге контроле пищевой продукции скринги новых лекарственных препаратов а также в других сферах анализа аналитическая химия это одна из наиболее востребованных вариантов химии потому что информация химическом составе веществ нужно везде практически любое промышленное предприятие машиностроительного комплекса и химии переработка нефти они имеют аналитические лаборатории поэтому спрос большой сюда добавляются лаборатории которые осуществляют функции контроля окружающей среды на кафедре физической химии также работают над лекарственными препаратами изучает их взаимодействие с белками над этим сейчас работает магистрантка из китая дзин она уже шесть лет в россии пока не решила чего и хочется больше продолжить работать здесь в лабораториях или вернуться в свою страну и преподавать химию в школе тем более о школе у нее теплые воспоминания там она и влюбилась в химию эта история тоже начинает даже началось это когда еще в школе то есть тогда мы учители по химии он так хорошо преподавать химию что я ее так сильно влюбилась и я решила что ну это очень интересный предмет но сейчас она работает над проблемой амилоидных фибрилов которые появляются в организме либо потому что организм синтезирует неправильно свернутые белки либо под действием внешних факторов тогда свойства белка теряются и могут возникнуть болезни альцгеймера паркинсона сахарный диабет и другие опасные заболевания существующие сейчас препараты не способны полностью победить эти болезни и дело не только в действующих веществах а в механизмах их доставки и взаимодействия с организмом сейчас наша цель изучить как зависит активность вот ингибитор от его структуры от его способность связываться с белком для того чтобы в дальнейшем мы могли получить какой-то эффективный и быстрый способ подбора новых вот этих лекарственных кандидатов проблемами доставки лекарственных средств занимаются и на кафедре неорганической химии помощь людям улучшение качества их жизни то что сейчас беспокоит и опытных ученых и молодых студентов все работы связанные с биомедицинским направлением безусловно они всегда вызывают интерес вот потому что как бы это всем понятно для чего это нужно разработка вот средств доставки самих новых лекарственных препаратов это всегда актуально интересно важно последнее время очень интенсивно прогрессирует такие заболевания как рак туберкулез и диабет и мы синтезируем соединения которые позволяют бороться с этими трудными заболеваниями в другой лаборатории на базе кафедры физической химии с помощью современных технологий могут определить даже при какой температуре древние люди обжигали горшки так спустя века мы открываем тонкости технологии древнего производства это возможно благодаря сверхбыстрому калориметру который с помощью света цвета и плотности может определить не только состав предмета или жидкости но и считать ее память ту самую температуру обжига калориметр помогает и в открытиях и в прикладной сфере например понять почему поставленная на поток производства вдруг стала выдавать бракованные партии просто состав нового сырья оказался другим на нашей кафедре есть несколько современных лабораторий которые посвящены актуальным областям химия включая нефтехимия химия катализаторов биомедицинская химия а также первая в россии в россии лаборатория сверхбыстрой калориметрии ну вот эти лаборатории в основном и пользуются популярностью студентов потому что это современные лаборатории которые посвящены актуальные тематики на кафедре физической химии решается большое количество прикладных задач для производства сейчас большинство катализаторов содержит оксид алюминия но важно получать катализаторы с определенными текстурами и кислотоосновными характеристиками оксидов и гидроксидов алюминия сейчас в химическом институте разрабатывают две технологии способные дать необходимые качества катализатору первая технология основана на способе гидролиза алкоксидов алюминия который позволяет использовать рецикловое сырье второй способ это получение гидроксидов алюминия путем пересаждения из неорганических солей алюминия подразумевает безотходное производство над технологиями со своим научным руководителем работает ахмед мастафа из египта говорит что выбрал казанский федеральный потому что это международный университет но и город хороший мне нравится казан потому что тихий и чистый город в химическом институте собрано современное оборудование для исследований и разработки новых технологий за 8 лет здесь полностью обновили лаборатории построили новый корпус и отремонтировали старый здесь преподают 32 профессора 53 доцента и 37 докторов и кандидатов наук они не просто учат студентов они изучают новейшие достижения вместе с ними и ставят эксперименты сегодня самые перспективные направления те что работают на стыке наук химическом институте кроме знаний классической химии студенты обладают знаниями в сфере медицины биологии физики геологии информатики благодаря высокой квалификации преподавателей эффективным формам обучения и современной приборной базе выпускники химического института востребованы в качестве преподавателей в школах ведущих учебных заведениях исследователей в научно-исследовательских институтах предприятия химической нефтехимической фармацевтической и экологической направленности работают ведущих научных и образовательных центрах республики тарстан россии стран ближнего и дальнего зарубежья современные технологии промышленность осваивают новые горизонты в области космоса авиа строения новых источников энергии новых лекарственных препаратов катализаторов умных вещей решают глобальные задачи в области экологии водородной энергетики и других сферах каждый из этих направлений требует новых материалов и веществ со специфическими свойствами и именно химики способны отвечать на запросы нового времени софия орлова хафиз гораев к фу итоги недели когда же наступит долгожданное тепло и каким будет предстоящее лето узнаете далее в программе впереди также немало интересного не пропустите нельзя идти в аудиторию полагая что есть темы которые тебя пугают открытый диалог экспертов и молодежи о чем говорили студенты казанских вузов с депутатом госдумы и политтехнологом вначале было слово и слово было у бога и слово было бог братья открывшие миру славянскую культуру какие старинные памятники древнерусской письменности хранятся в казанском университете и еще одну приятную новость на неделе принесли студенты химического института они стали победителями и призерами международной студенческой интернет олимпиады по химии и организатором стал туркменистанский международный университет нефти и газа участие в ней приняли 142 студента из 13 государств великобритании китая южной кореи венгрии россии и страны снг конкурсантам предстояло за три часа решить задания на различные темы в личном первенстве студенты к фу заняли весь пьедестал так первое место завоевал андрей иванов второе ильяс незамов а третье место александр качмаржик какие еще события произошли в к фу об этом в нашем дайджесте в казанском федеральном университете прошло очередное заседание ученого совета на нем рассмотрели четыре основных вопроса также участники проголосовали за внесение изменений в организационную структуру ряда подразделений к фу из-за открытия магистрской программы цифровое лидерство а также запуск новых научно-исследовательских лабораторий проректоров вузов узбекистана проходят курсы повышения квалификации в к фу программа коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности стажировку проходит более 20 проректоров они знакомятся с основными бизнес-процессами современного университета инструментами акселерации фазами проектной деятельности и возможностями грантовой поддержки также гости из узбекистана встретились с исполняющим обязанности ректора к фу дмитрием таюрским к фу посетила делегация ташкентского государственного педагогического университета имени незами во главе с ректором абдугопором киргизбоевым в к фу планируется подписание соглашения о реализации совместной программы по образовательной робототехники между елабужским институтом и ташкентским государственным педагогическим университетом а также активное сотрудничество уже осуществляется с институтом международных отношений к фу открытый диалог экспертов и молодежи на этой неделе высшей школе журналистики и медиакоммуникации к фу прошли встречи казанских студентов с депутатом госдумы олегом морозовым и политтехнологом маратом башировым главными темами разговора стали специальная военная операция экономика россии и будущее страны студенты смогли задать интересующие их вопросы и получить на них ответы нельзя идти в аудиторию полагая что есть темы которые тебя пугают или на которые ты не будешь говорить отвечать если это в рамках нормальной этики если это не выходит за рамки того что называется порядочность допустимая мораль все остальное запретных тем нет последний звонок на этой неделе прозвенел для выпускников университетской школы и айти лицеев наставление ребятам дали про ректора кфу и директора институтов среди выпускающихся школьников в этом году успешные и добившиеся серьезных результатов ребята победители всероссийских олимпиад и призеры чемпионатов world skills помните что любой выбор который вы сделаете он на самом деле правильный чем бы вы не занимались чтобы вы не выбирали если вам нравится то что вы делаете это правильно попразднуйте наслаждайтесь вы проделали гигантский более 20 процентов россиян решили отказаться от соцсетей с марта этого года опрос сервиса сквозной аналитики call touch показал что появившееся свободное время люди заняли общением семьей и друзьями еще 16 процентов респондентов заявили что стали проводить в интернете вдвое меньше времени чем раньше примерно 12 процентов заявили что стали больше уделять времени чтению каждый десятый переключился на хобби прогулки на свежем воздухе а 8 процентов опрошенных решили заняться самообразованием кстати основная причина уменьшения пользователей социальных сетей связано с блокировкой в россии тех самых сетей а что заинтересовало моего коллегу леонида толчинского мы узнаем из его авторской рубрики и снова с вами смотрите сами действительно число пользователей соцсетей прежде всего из-за разряда запрещенных в россии существенно сократилась даже многие из тех кто остался на площадках заблокированных фейсбук инстаграм и твиттер заметно снизили свои активности предпочитает ныне исполнять роль молчаливых наблюдателей за тем что и как транслируют в этих сетях другие кстати по своему опыту могу сказать что сбросив самонавязанное оковы этих соцсетей получил замен массу свободного времени и очень заметное улучшение в психике но невозможно отказаться от новостного и иного контент потока что столь актуален и важен во всех его проявлениях именно в наше время именно в эти месяцы впрочем невозможно самому критически разобраться в этом потоке даже если он представлен традиционными см и и более ограниченным числом соцсетей невозможно спрятаться от новых вызовов от порой волнующих страхов переживаний волнений особенно если ты молод и тебе важно четко и последовательно строить свои жизненные профессиональные тренды здесь очень нужно иметь возможность открытого и регулярного диалога с компетентными экспертами практиками подчеркиваю это именно диалог где и приглашаемые эксперты и слушатели в равной степени полезны друг другу ибо их общение дает более широкое и трезвое понимание происходящего каждой из сторон на площадке казанского федерального университета высшей школе журналистики в эти две недели шли активно дискуссии по самым актуальным вопросам которые волнуют страну регион молодежь только за пару дней в шоуруме высшей школы проходили видео мосты с подключением москвы и артека на которых речь шла о проблемах молодежно ориентированного контента включая кино о своем видении проблем задачи возможностей говорили ученые студенты медиа менеджеры режиссер молодые актеры снимавшиеся как в историко-патриотических лентах так и в сериалах типа универ юнкоры со всей страны отдельные встречи были связаны с задачами журналистики в цифровую эпоху с особенностями работы медиа в условиях боевых действий спикерами сессии вопросов ответов со студентами к фу к и и к х ты и были депутат госдумы олег морозов политтехнолог марат баширов вопросы тревоги мысли рассуждения в ходе встреч не цензурировались разговор без истерик доверительный без навязывания мнений вопрос от студентов и ведущего звучали острые даже на грани но только вопросы ответа оставались за спикерами что бросилось в глаза государственным медиа это казалось не интересно от слова совсем хотя разговоров что они якобы ищут подходы к аудитории 21 века всегда много но просто ищем в разных местах видимо так бывает традиционно такие встречи малоинтересные и министерство молодежи которому студ весна важнее всегда трудных откровенных но столь важных сегодня для молодежной дискуссии не государственные медиа неравнодушные люди с улицы напротив бились просьбах не забыть их и найти место в зале где проходят дискуссии оппозиционные молодежные медиа активисты проявляли мощный интерес правда все всех вопросов ответов предпочитали молчать им удобнее что-то прокричать догонку злобно так что-то псевдо остро написать в очередном чатике к открытому диалогу спор мани пока не сильно готовы а может им это и не надо вовсе но отрадно что им все же интересны дискуссионные площадки спикеры же сходится в одном говорить доверительно и без эмоций с молодежью надо и не разово а регулярно системно не все вопросы находят удобные простые ответы но они задаются и мы знаем что ответы придется искать вместе именно вместе и понятные ответы а если пока ответов нет то надо иметь ввиду что есть повестки проблемы пока без четкого видения развития в сторону разрешения волнующий молодых кстати спикеры моментально и совершенно бескорыстно отзываются на предложение войти в не самую комфортную юршистую но такую важную аудиторию наша дискуссионная площадка и дальше будет стремиться актуализировать столь назревший диалог молодежи с теми кто определяет сегодня политические экономические и медийные тренды и медиа неделя и открывшаяся серия дискуссий по актуальным вызовам времени показали что формат принят молодыми видно кому он ненавистен и кому его хочется замалчивать но видно и что формат дает результат и участники ждут продолжения таки мы продолжим всем доброго депрессия у погоды оказывается бывает и такое многоцентровая депрессия стала причиной холодной весны когда же в татарстане наступит долгожданное тепло каким будет лето и почему у погоды встречаются аномалии мы поговорим с доцентом кафедры метеорологии и климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования к фу тимуром алхадеевым здравствуйте тимур и натвеевич здравствуйте сегодня мы решили записать интервью на улице и хоть солнце даже иногда выходит и в целом на улице сейчас более благоприятно чем предыдущие дни все уже поняли что весна нас теплыми днями не балует с чем это связано действительно май 22 года несколько отличается от обычного течения этого месяца и всему виной циркуляция именно крупный крупное барическое образование такой как обширный циклон закачивал на нашу территорию холодный арктический воздух и именно он сформировал этот май как аномально холодный аномалия которого составляет около минус 3 3 градуса от нормы ну то есть такой май уже можно назвать аномальным еще вот такой вопрос были ли до этого такие периоды когда казанцы буквально мерзли в мае действительно это не редкость и за историю метеонаблюдения таких случаев было достаточно много последние из них наблюдались в 2000 году и в 2001 году когда май был даже холоднее нынешнего примерно полтора градуса в этом году весна да вообще погода показала себя с разных ракурсов были ли поставлены какие-то рекорды нет рекордов отмечено не было температура воздуха в казани была выше ранее установленных рекордов и заморозки которые наблюдались на почве и в воздухе это вполне нормальное явление при возврате холодов в мае это наверное скорее мы привыкли к аномалиям с точки зрения теплой погоды да все мы помним май же очень жарки прошлом году тоже поэтому сейчас думается и ощущается что какая-то аномалия а действительно так кроме того май считается месяцем наиболее интенсивно теплеющим связи с изменением климата темпа потепления мая составляет около одного градуса на 10 лет ну вот еще такой вопрос влияет ли такая погода на природные явления действительно влияет и главным образом она влияет на фенологию на стадии развития растений так например в этом году несколько запоздало и цветение отдельных плодовых культур например яблони оказались умнее и они не торопятся свести они ждут теплых деньков чтобы комфортно было эти яблони опылять пчелам но сейчас мы на улице с вами пишем и машины проезжают с открытыми окнами сразу чувствуешь что стало немножко теплее да и далее будет еще и теплее еще более теплее так как характер циркуляции меняется на нас насчет оказывает влияние очередной циклон в передней части которого будет заток относительно теплого воздуха ну вот вы уже заглянули немного вперед но все же такая холодная погода в мае как отражается на сельском хозяйстве я слышал что есть проблему у аграриев действительно несколько затормозилась вегетация растений дело в том что период активной вегетации это период когда среднесуточная температура выше плюс 10 градусов с 18 мая температура среднесуточная установились ниже этой отметки таким образом вегетация несколько затормозилась однако в июне фенологические даты обязательно догонят свой привычный ритм таким образом это не угрожает урожайности кроме того урожайности хорошие этого года может поспособствовать достаточное количество осадков даже избыточное количество осадков которые сейчас наблюдается а какой прогресс на ближайшие недели и вообще каким будет лето когда наступит календарное лето в ближайшие декаду температурный фон приблизится климатической норме летом метеорологи называют период когда происходит устойчивый переход температуры через отметку в плюс 15 градусов в норме это происходит в последних числах мая таким образом в общем-то климатическая норма будет близка но несколько запоздряет лето буквально на неделю и далее пока говорить рано но июнь и начало июня обещает быть близким климатической норме то есть лето будет среднее не будет как-то аномально жарко или может быть аномально холодно каким будет лето говоря о лете важно заглянуть в долгосрочные прогнозы согласно актуальным долгосрочным прогнозам июнь прогнозируется близким климатической норме июль прогнозируется чуть ниже климатической норме по температуре и август прогнозируется также близким климатической норме и как в качестве некоторой компенсации за возможно прохладный июль сентябрь прогнозируется выше климатической норме по температуре. Говоря про прохладный, возможно, прохладный июль, важно отметить, что это ни в коем случае не отменяет жарких дней. Это всего лишь фон, который может несколько отличаться от нормы в сторону более низких температур. Ну, в любом случае, главное, будет еще бабье лето, получается. Лето мы продлим. Да, и с каждым годом лето в Казани удлиняется и удлиняется. Таким образом, этот год тоже может не стать исключением. Большое спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. Еще две знаменательные даты отметили на неделе. Первая – это День филолога, без которых знания о языках, литературоведении, этнографии и других наук гуманитарного цикла невозможны. Вторая дата – это День славянской письменности и культуры. Он приурочен к памяти о создателях русского алфавита и славянской письменности Кирилла и Мефодия. Братья создали литературный язык, способный на столь же высоком уровне, как греческий и латинский, обслуживать все сферы жизни славянского общества. Разработанная братьями письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. Профессиональное изучение русского языка невозможно без погружения в славянскую, именно в старославянскую письменность и литературу. Будущие филологи КФУ, кстати, изучают полный курс старославянского языка и древнерусской литературы. Тем более им есть, что почитать на этом древнем языке в отделе рукописей и редких книг Казанского университета. Амир Ахтямов прикоснулся к раритетам. Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Связан этот праздник с именами святых братьев Кирилла и Мефодия, славянских просветителей, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. Именно они, болгарские просветители Кирилл и Мефодий, создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся и по сей день. Азбука получила свое название от имени младшего из братьев – Кириллица. История Кириллицы неразлучно связана и с православием. Пользуясь созданной азбукой, братья выполнили перевод с греческого языка, священного писания и ряда богослужебных книг. Первыми словами, написанными славянской азбукой, были начальные строки пасхального Евангелия от Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. 24 мая по новому стилю отмечается сейчас в России как государственный праздник. День славянской письменности и культуры – это единственный в нашей стране церковно-государственный праздник. В отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Казанского университета сохранилось издание 17 века. Книга, которая называется «Апостол». Она была выпущена в 1620 году. Именно первопечатный «Апостол» отличает высочайшая редакторская культура. В нем не обнаружено ни одной орфографической ошибки, почистки или даже опечатки. 60 единиц издания хранятся в крупнейших библиотеках и музеях мира. В настоящее время библиографически учтено всего 62 экземпляра этого шедевра. В дни славянской письменности и культуры во многих городах проводятся научные конференции, выставки и концерты. В храмах Русской Православной Церкви совершаются праздничные богослужения и торжественные крестные ходы. «Праздник славянской письменности и культуры напоминает об истоках духовности, о том, что русская культура наследует древние и великие традиции славянской культуры, о роли письменности в ее становлении и развитии». Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, КФУ, итоги недели. Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное. Так наставлял один из самых читаемых писателей в мире Федор Михайлович Достоевский. Пусть книги продолжают удивлять и вдохновлять вас. Всего доброго.